Очередной рейд по местам незаконной парковки провели сотрудники ГИБДД и районных администраций Магнитогорска. Выявляли тех автолюбителей, которые оставляют свои машины на детских площадках и газонах. Подобные действия находятся за рамками закона и доставляют массу проблем жителям. Какие штрафы грозят нарушителям, расскажем в сюжете. В Магнитогорске продолжается борьба с нарушителями правил парковки. На этот раз рейд прошел во дворе дома номер 141 по проспекту Ленина. Жалобы на нерадивых автомобилистов поступают отсюда регулярно. У подъезда водитель ставят машины и все, не пройти. У каждого подъезда будем ставить машины, что ли, так выходит. А везде дворники, им тоже убирать они убирают. С колясками дети, ну, это не дело. Газоны здесь также полностью заставлены машинами. Среди злостных нарушителей владелец серебристого БМВ, а также хозяин темно-вишневой ВАЗ-2107. Дожди превратили эту зеленую зону в грязное месиво. Но водителей это не смущает. Жители рассказывают, что они ставят свои автомобили прямо в грязь, а затем развозят ее по всему асфальту. На замечания жильцов автовладельцы не реагируют. Поэтому представители административной комиссии совместно с сотрудниками госавтоинспекции вышли в рейд, чтобы напомнить автомобилистам, что подобные действия незаконны. Они по факту совершают два правонарушения. Так как и оставляют на газонной части, а в дальнейшем данная грязь выносится уже на проезжую часть. То есть загрязнение территории, это тоже санкции предусмотрены от 1000 до 5. То есть если у нас факт загрязнения проезжей части зафиксирован, то есть когда автотранспортное средство не просто стоит, а мы уже видим и фиксируем, когда оно выезжает и выносит грязь на проезжую часть, мы это тоже фиксируем. И также есть случаи привлечения к административной ответственности. За парковку на газонах законом об административных правонарушениях Челябинской области также предусматривается штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Протокол за нарушение составляют члены административной комиссии. Прорейды проводятся совместно с ГИБДД сотрудниками. Собственников сейчас на месте не было установлено, поэтому мы их фиксируем, потом надлежащие уведомляем, приглашаем к себе в управление и непосредственно, если лицо не является, то составляем либо в отсутствии, если же правонарушитель приходит, дает пояснение, объяснение, составляем протокол и потом уже непосредственно направляем в районы администрации. В каждом районе у нас есть административная комиссия, где данный протокол рассматривают и уносят уже постановление о нарушении. В ходе рейда инспекторы ДПС выявили, что машинами оккупированы не только газоны, но и пешеходные тротуары. Поэтому помимо составления протоколов, было принято решение о перемещении нескольких автомобилей на специализированную стоянку. За нарушение правил остановки стоянки на тротуаре, частью третьей статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрен административный штраф в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, транспортное средство подлежит задержанию, то есть эвакуации. В данный момент сотрудники госавтоинспекции на данном участке выявили факт нарушения правил остановки стоянки на тротуаре и на место вызван эвакуатор. Сейчас транспортное средство будет задержано. Собственнику транспортного средства необходимо будет оплатить административный штраф, а также услуги по перемещению транспортного средства на спецстоянку и ее хранение. С начала года к административной ответственности было привлечено более тысячи автовладельцев, включая те, кто был пойман за повторное нарушение. Свыше 700 транспортных средств были задержаны и перемещены на спецстоянку. По словам дорожных полицейских и сотрудников комиссии, проблема несанкционированных парковок очень актуальна для Магнитогорска, и в этом году работа по ее решению будет продолжена. Татьяна Артеменко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.